Всем привет! Хочу показать необычный способ использования одной удивительной художественной техники под названием акриловая заливка. Я сделаю сейчас два магнитика на холодильник небольшого размера с использованием этой техники. Итак, поехали! Из фанеры вырезаем две фигурки, затем подправляем их в контур с помощью грубого напильника Затем шлифуем поверхности, доведя их до гладкого состояния используя грубый напильник, потом более тонкий, потом еще более тонкий Последний, самый тонкий у меня был 600 зернистости Кстати, ссылки на видео про напильники, про термолобзик, которые я делал своими руками смотрите в описании к этому видео Когда фигурки обработаны напильниками, отшлифованы одну из плоских поверхностей, которая будет лицевой покрываем лаком по дереву А когда лак высохнет, пришло время заняться красками Значит, один магнитик будет черно-белый, а другой разноцветный Ну, начнем с разноцветного Нам нужно сейчас получить краски такие как белый, рыжий, синий и зеленый цвета Эти краски нам нужно получить в консистенции 10% сметаны то есть разбавить их водой некоторое количество каждой краски разбавить немножко водой чистой Для этого можно использовать пластиковые стаканчики для каждой краски в отдельности, естественно Да, консистенция должна быть одинакова у всех этих красок Теперь на одну из фигурок, на лакированную поверхность каплями наносим белый цвет с помощью деревянной палочки Так, чтобы между каплями было расстояние но, как бы, вся поверхность, чтобы была покрыта Потом палочку вытираем салфеткой и делаем то же самое с другим цветом Тоже наносим капли поверх уже нанесенных белых капель И то же самое делаем со всеми остальными цветами В итоге почти вся поверхность будет заполнена краской Ну, там хотя будут еще промежутки Фигурка при этом должна лежать, скажем, на газете сложенной в несколько раз как это сделал я Вот, теперь берем эту газету, на которой лежит фигурка И наклоняем ее то в одну сторону, то в другую сторону Так, чтобы краска начала течь Начала двигаться по фигурке И стараемся, чтобы промежутки, не заполненные краской, чтобы они заполнились Чтобы вся поверхность уже оказалась покрытой краской И так же, чтобы и бока тоже промазались Так, чтобы по ним стекала краска и везде покрыла При этом она, конечно, затечет и на обратную сторону Но с этим ничего не поделаешь, и это ничего страшного Откладываем эту газету с фигуркой сушиться Высыхать, на это уйдет, если жарко, то на это уйдет пару часов Если прохладно, то полдня, может быть, сутки И можно заняться пока что второй фигуркой, черно-белой Но принцип такой же Черный и белый цвета Доводим, разбавляем водой до консистенции жидкой сметаны Десятипроцентной, если точнее И точно так же все делаем Потом, когда высыхание, наконец, завершится Окажется, что фигурки приклеены к газете И нужно, соответственно, газету отодрать от них Это не такая простая задача, как может показаться Но и принципиальных сложностей в ней нет То, что вручную снимается, снимаем руками А потом придется воспользоваться наждачкой или напильником В итоге эта обратная сторона должна быть подготовлена к наклейке магнита Есть в продаже такие листы формата А4 С одной стороны у них клейкий слой А с другой виниловый магнит Вот из такого листа можно вырезать кусочек нужного размера И наклеить на обратную сторону фигурки Те участки обратной стороны, где магнита нет Можно прокрасить, например, черной акриловой краской Как сделал я Ну вот, собственно, и все Два магнитика готовы И всем спасибо за внимание